Ха, привет, ребят! Вы меня не видели? Все потому, что я был в мертвой зоне. Точнее сказать, в слепой зоне камеры. Сейчас, погодите, я слезу. Всем привет, вы на канале Сэй Брещат, меня зовут Сабир. Ребят, сегодняшний выпуск будет весьма необычным по трём причинам. Первая причина – книга мне просто очень понравилась. Прямо какой-то фильм был. Вторая причина – биографию автора сегодняшней книги я уже давал в одном из моих предыдущих роликов. Поэтому сегодня я лишь поделюсь с вами несколькими любопытными фактами о его жизни. И третья причина – ассоциация будет сегодня целая уйма, потому как, как я уже отметил, книга была как фильм. Но для начала традиционно нужно представить эту книгу. Стивен Кинг. Мертвая зона. До того, как я расскажу вам о своих впечатлениях о книге, я приведу вам три любопытных факта. Сегодня везде тройки. Три любопытных факта о жизни автора, то есть три факта о Стивене Кинге. Эту практику я хочу развить, и мне очень интересно ваше мнение, поэтому пишите в комментариях. Поехали! А вы знали, что, когда будущему литературу было два года, его отец оставил мать и исчез из поля зрения? Мама сказала маленькому Стивену, что папу забрали марсиане. Его произведения экранизировались более ста раз. В молодости, вскоре после свадьбы, Стивен Кинг подрабатывал в врачный, чтобы обеспечить жену и троих детей. Некоторые свои произведения, ставшие впоследствии знаменитыми, он написал именно тогда, прямо на работе, во время перерывов. Интересно, да? Пишите свое мнение в комментариях, попробуем развить эту идею. Что касается сюжета, то постараюсь поверхностно вам рассказать, о чем речь, не касаясь самых интересных моментов. Как сюжет книги повествует о жизни одного молодого человека по имени Джонни Смит, абсолютно нормального молодого человека, с которым в детстве произошел небольшой несчастный случай, в результате которого он повредил голову. Подумаешь, все мы в детстве падали по сотню раз и что-нибудь себе доповреждали, и этот случай для него забывается так же быстро, как и происходит. О нем он в будущем даже не вспоминает. Он работает в средней школе, в одном из штатов Новой Англии под названием Man. И как и все нормальные люди, живет размеренной жизнью и встречается с девушкой по имени Сара Хазлет. У него есть родители, отец Эрб и верующая мать Вера Смиты. Все идет очень ровно и радостно, словно в американских мелодрамах, до тех пор, пока Джонни не попадает в ужасную автокатастрофу. В итоге он впадает в кому больше, чем на 4 года. Удивительно, как легко может разрушиться жизнь человека по воле какого-то случая. Но Стивен Кинг не был бы Стивеном Кингом, если бы при этом ужасном стечении обстоятельств не произошло бы что-нибудь сверхъестественного. Да-да, а сверхъестественное в этом то, что когда Джонни наконец очнулся, в нем проснулась и чудесная способность, по отношению которой обзавидовался бы сам Нострадамус. Да, Джонни становится способным заглядывать в будущее. Вроде бы это да, но вот Джонни считает его проклятием. Люди видят в нем урода, от того, что в его способности нельзя поверить, и считают его шарлатаном. До тех пор, пока он не исполнит самую важную свою миссию. Произведение было номинировано на премию «Локус» за лучший роман фэнтези, а также «Балрок Эвордс». По результатам голосования, организованного журналом «Роллинг Стоун», роман десятки лучших произведений автора занял восьмое место, расположившись между спасением Шоушенка и Зеленой Милей. Вы наверняка помните другую книгу Стивена Кинга под названием «Бессонница». Я уже делал на нее обзор, и она мне очень понравилась. Я, возможно, повторяюсь, но я именно погружаюсь в эту атмосферу, погружаюсь в историю и в «Бессоннице», и в «Мертвой зоне». Я был как будто бы участником этих событий. Я думаю, все из-за манеры письма. Стивен Кинг пишет как-то по-современному, что ли. Не знаю, со мной могут поспорить на этот счет, но мне его книги очень нравятся. Что насчет сегодняшней книги, то вы наверняка задумываетесь о том, что это за «Мертвая зона». Это что, какая-то радиоактивная зона в Чернобыле? Я никак не мог понять и даже не вдумывался в то, что означает «Мертвая зона». И думаю, вы тоже не сможете понять. Но если вы настоящий Шерлок Холмс, тогда вам это как два пальца об асфальт. Имя Шерлок Холмс, адрес Бейкер-стрит 221-Б. Поэтому очень советую прочесть ее. Я считаю, вы не пожалеете. Что насчет ассоциаций? Их будет целая куча. Все эти образы я представлял на протяжении всей книги. Такое бывает нечасто, поверьте мне. Итак, ассоциации. Большинство ассоциаций у меня были из сериала под названием «Офис», который я досмотрел недавно. Соответственно, в роли Джонни Смита, главного героя нашей книги, я представлял Джима Элперта из нашего любимого сериала «Офис». Он прямо просился на эту роль. Зовут этого актера Джон Красинский. Он снимался в относительно недавнем фильме ужасов под названием «Тихое место». Возможно, смотрели. Сара Хазлет или Сейра Хазлет, в зависимости от перевода. В роли этой героини я представлял актрису Джену Фишер, которая играла Пэм Бисли, сценическую жену Джона Красински в офисе. Все слишком умудрено, я знаю. Буду полегче. Эрб Смит, отец Джонни. Тут воображение сделала кульбит и представила одного лишь актера. Харизматичного дядьку Ника Оффермана, который снимался в сериале. Я не помню, вот название здесь прочтете. Шикарно подходил к роли. В роли Веры Смит, боговерующей матери Джонни Смита, представлял вот эту вот актрису. А зовут эту актрису Джейми Ли Кертис, которая снималась в фильме «Правдивая ложь» и в недавнем фильме «Ужасов Хэллоуин». Так, кастинг продолжается. Я надеюсь, вам не наскучило. Следующий! Следующий! Давай! Сэм Вейзек, доктор, который лечил бедного главного героя. В роли этого персонажа представлял Тоби Джонса, который снимался в другой экранизации автора, Стивена Кинга, под названием «Туман». Ну, а фильм называется «Мгла». Но об этом фильме и экранизации обязательно поговорим в будущем. Грэг Стилсон, главный антагонист. В роли этого персонажа я представлял мощного такого брутального актера по имени Алек Болдуин. Те, кто читали, наверняка согласятся со мной. И последние несколько персонажей, чтобы не утомлять вас. В роли Сани Эллимана представлял актера, который играл в фильме «Новогодний корпоратив» либо «Дэдпул» Ти Джей Миллера, но более здорового. Шерифа Джорджа Баннермана сравнивал по описанию с актером Джеффом Чейзом, который снимался в фильме «Механик». И последние два. В роли Роджера Честверта, прямо крестного отца, представлял актера Энди Гарсия. И в роли Чака Честверта представлял актера по имени Рис Уэйкфилд, который снимался в «Судной ночи». Всё. Фух, я знаю, это было слишком много. Но я очень хотел поделиться с вами этими образами, потому что такое количество образов, которые представляются в голове, бывает крайне редко. Ну а книга идёт на полку. И даёт начало новому столбику. Ну что ж, ребят, огромное всем спасибо. Для меня было большим удовольствием читать книгу, составлять сценарий, делать монтаж, снимать видео. Поэтому огромное вам спасибо. Буду премного благодарен за вашу поддержку в виде лайков, комментариев, подписок и колокольчик не забудьте нажать, чтобы не пропустить новые видео. До новых книг и читайте больше. Пока. Это поразительно. Это огромный геморрой. Но есть и плюсы.